Всем привет мои дорогие зрители! В этом видео я хочу вам показать как сделать вот такую фоторамку в форме сердечка на подставочке своими руками. Кому интересно оставайтесь со мной, смотрите это видео. Для начала нужно вам нарисовать шаблон. Просто берете лист бумаги, сворачиваете его пополам и рисуете шаблон. Я нарисовала половинку сердечка сначала и вырезала, чтобы у нас обе половинки были одинаковые. Ширина его 16 с половиной сантиметров я сделала, а высота 13 сантиметров. Берем тонкий картон, обводим карандашиком или ручкой, чем вам удобнее и вырезаем. Так, все вырезали. Теперь нам нужно взять фетр и сделать два таких сердечка. Но, я думаю, шаблон нам больше не пригодится этот пока. Я думаю, по фетру лучше взять ручку, так как, я думаю, карандашик не будет рисовать. Берем и делаем два таких сердца. Вот я ввела два сердечка. Теперь будем вырезать. Вырезать будем примерно на миллиметр-два побольше, чтобы впоследствии у нас не было видно картон, чтобы у нас не выделялся из-за фетра. Сердечки вырезали из фетра. Теперь на одном из сердечек нужно нам сделать окошечко для фотографии. Для этого я сделала шаблон поменьше. Ширина он 12 с половиной сантиметров, высоту 9 сантиметров. У нас получается, будет вот этот вот край сердечка со всех сторон по два сантиметра. Теперь ложим его посерединке и меряем, чтобы ровно у нас получилось. Со всех сторон, чтобы было два сантиметра. Так, теперь также обводим ручкой и вырезаем. Здесь мы вырезаем ровно по линии. Что у нас получилось? Это будет у нас изнаночная сторона, это лицевая. Все ровненько, аккуратненько. Теперь нам нужно сделать пленочку сюда защитную, чтобы наша фотография не пылилась и ничего с ней не было. Но если у вас такой пленки не найдется, вы можете взять плотный файл. Я думаю, ничего страшного не будет. Идеальную здесь нам не надо форму делать. Сердечко просто, чтобы нам приклеить с нахлёстом. Так вот обрезаю. Вот вырезали нашу пленочку. Верхнюю часть я сделала более ровную, потому что здесь у нас склеиваться не будет фторамка. У нас будет здесь вставляться фотография. Так, чтобы когда открываешь, не было там неровности особо. Ну, теперь приклеиваем на термоклей, наносим и прижимаем. Так по всей рамке приклеиваем. Но приклеиваем с изнаночной стороны, где у нас вырисовано. Вводили ручкой, чтобы лицевая сторона у нас была чистенькая. Пленочку приклеили и пока убираем в сторонку, берем наш картон. И теперь на него нам нужно приклеить с одной стороны упаковочную бумагу. Также берем ручку, обводим и вырезаем. Вырезали бумагу. Теперь приклеиваем к картону. Беру клей ПВА, наношу на картон. Пальчиком вот так равномерно распределяю. Можете кисточкой, да как угодно. Мазали и приклеиваем. Нет ПВА, можно на бумажный клей. Так, приклеили хорошенечко. Теперь с обратной стороны нужно лишнее обстричь. Все обстричь, где у нас выступала бумага. Вот она у нас немножечко картоночка искривилась, так как она слегка намокла от клея. Теперь мы ее убираем под пресс. Пока она нам не нужна, чтобы она у нас высохла. Нам нужно при помощи вот такого шаблончика, это третий у нас по счету шаблон, шириной 10 сантиметров, высотой 7 сантиметров, вырезать вот такие заготовочки из гофрокартона, из фетра и из бумаги оберточной. С одной стороны мы будем приклеивать бумагу, впоследствии с другой будем фетр. Но пока приклеиваем только бумагу, приклеиваем над клей ПВА. Теперь после того как мы приклеили бумагу, после того как мы приклеили бумагу, нам нужно взять два вот таких вот отрезочка из гофрокартона, шириной 3 сантиметра, длиной 5 с половиной сантиметров. Теперь берем по одному сантиметру, с каждого края загибаем. Берем линеечку и делаем загиб. Это будет у нас ножка. Теперь нам нужно ее склеить между собой, но не до конца. Наношу также клей ПВА. До конца ни в коем случае не нужно. теперь не с той стороны, с которой мы бумагой обклеивали, а с обратной стороны мы приклеиваем ножку. Также наклей ПВА. Теперь примерно определяем примерно серединку и приклеиваем. Теперь с этой стороны нам нужно закрыть это фетром. заготовочка. Вот из фетра у нас уже приготовлено. Но чтобы ровненько сделать прорезь на фетре, я делала так, делаю так. То есть беру наш фетр, где вот у нас обведенная ручкой видно, ложу этой стороной на стол. Теперь выравниваю. и в нашей подставочке делаю иголочкой дырочки. Вот делаю дырочку, чтобы нам начертить примерно где нам нужно. протыкаю, делаю заметку ручкой. Теперь с другой стороны также. Все, теперь мы видим в каком месте нам нужно сделать прорезь. Прорезь я буду делать сладким ножом. Все аккуратненько прорезаем. Даже если вы прорезете чуть побольше, ничего страшного. Фетр сомкнется, видно не будет. Все, прорезь сделали. Такую как она. Надеваем на ножку фетр нож. И приклеиваем на термоклей. Для того как мы приклеили фетр, теперь берем тесьмо и нужно нам все стыки декорировать, чтобы их не было видно. Тесьмо будем делать, обворачивать с двух сторон. С изнаночной, это у нас изнаночная и с лицевой. И также приклеивать на термоклей. Сначала наносим лицевую сторону, прижимаем, погибаем и прижимаем с изнаночной стороны. И таким образом обклеиваем полностью наше сердечко, нашу подставочку. Тесьму приклеили. Вот что у нас должно получиться. Так, теперь берем наш картон, обклеенный бумагой. Это у нас будет лицевая сторона, то есть передняя часть, где будет окошечко. И вклеиваем. Промеж картоночек нашей ножки, где мы оставили линии склеены. Немножечко раздвигаем. С одной стороны, с другой стороны, нижней части сердечка. И вставляем. И выравниваем. Смотрим, чтобы ровненько у нас было все. Ну, убираем в стороночку и ждем, пока подсохнет. Так, а теперь берем нашу переднюю часть фоторамки с окошечком для фотографии. Переворачиваем ее на изнаночную сторону. Берем кружево. Начинаем делать сборочку. Иголочкой с ниточкой. Делаем стежки. У нас получалась сборка. Теперь приклеиваем. Я делаю так. Немножечко сделала сборку. Приклеила. И далее. Уносим клей. Но не наносите сильно к краю, близко. Отступайте. Миллиметра два-три. Чтобы у нас клей не вылез. И вот так вот прижимаем. Видите, чтобы с этой стороны не было клея видно. И продолжаем так полностью все сердечко. Отклеиваем сборочкой. Сборку приклеили. Теперь нам нужно приклеить тесьму. Но прежде чем приклеить тесьму, мы должны определиться, где у нас будут цветочки. С какой стороны вы хотите. С этой или с этой. Я думаю, с этой стороны сделать цветочки. Сбоку вот так. И примерно определить, откуда нам и докуда приклеивать тесьму. Я вот так вот немножечко смечу. И здесь вот так вот примерно. И теперь отсюда и до сюда мы приклеиваем тесьму. Так же на горячий клей. Вот ее подгибаю немножечко. Она такая вот тесьма. Она хоть и не тянется, но она все-таки сгибается в сторонке. Таким образом приклеиваем полностью вот до этой отметки. Тесьму приклеили. Теперь берем нашу основную заготовку на подставочке. И теперь нам нужно обклеить фетром ножку. Берем вот я фетр выстригла. Вот одну половинку, переднюю часть делаем с загибом. Приклеиваем так же на термоклей. Главное смотрим, чтобы у нас вплотную было к подставочке. И вторую так же. Так, теперь с обратной стороны приклеим вот такой вот отрезочек. Уже по периметру наносим клей и приклеиваем. Вот что у нас получилось. Ножку мы задекорировали. Теперь берем нашу заднюю часть и нужно ее приклеить к основной. Ну и так же на термоклей приклеиваем. Так, потихонечку отгибая, приклеиваем полностью по периметру. Заднюю стенку нашей фоторамки мы приклеили. Теперь нам нужно приклеить переднюю часть. Приклеивать мы будем так же на термоклей, но не полностью по периметру. Верхнюю часть нам нужно оставить, чтобы можно было ставить фотографию. Вот так примерно. Даже можно отметить немножечко, наверное, ручкой. Ничего страшного не будет. Откуда нам нужно наносить клей начинать? Наносим термоклей по краю. Сделаем сначала одну половинку, но делайте, чтобы побольше клея лейте. Чтобы она не успела застыть. И начинаем приклеивать. Так, прислоняем. Я думаю, лучше с задней стороны смотреть, чтобы у нас шовчика не было видно. Как она у нас будет лежать. Так, я прислоняю. Шовчик не видно. Так, все, приклеили одну часть, одну половинку передней стеночки. Теперь так же приклеиваем вторую половинку передней стеночки. После того, как приклеили переднюю часть, будем декорировать цветочками. Берем цветочки наши, лепесточки. Вот тут три есть лепесточка. Сначала приклею, наверное, лепесточки. После того, как я приклеила цветочки, я так же в некоторых местах приклеила тыченки. Также я вот из бумаги, которую мы обклеивали, вырезала сердечки. Вот такие вот. И вот приклеила на ножку. Приклеила на заднюю стеночку. Несколько таких сердечек. И приклеила по шву здесь. Чтобы тут у меня немножечко клей вылез. Чтобы его скрыть, я приклеила вот так вот сердечки. Ну вот и все. Наша рамка готова. Осталось только вставить фотографию. Вот так вот. Вырезаете фотографию по форме. И вставляете. Вот такая рамочка. Со всех сторон красивая. Так, я сейчас скажу, вместе с кружевом она у нас получилась. Шириной 23 сантиметра, высотой. Ну, если вместе с подставочкой 20 где-то будет. Кому понравилось мое видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok